В Чувашии молодым терапевтам поликлиник в качестве соцподдержки выплачивают 200 тысяч рублей. Действует и программа «Земский доктор». Однако приезжают молодые врачи работать в районы не всегда за материальной выгодой. Положи свою руку сюда. Положи, положи. Смотри. Чувствую. О, видишь, есть хвост. Он застыл, он же прирос. Понимаешь? Надо сделать так, чтобы он двигался. Почему болит и как лечить? Никита Вишневский не ограничивается выписыванием лекарств. Прием для него своеобразная мини-школа, в которой он учит пациентов осознанно подходить к лечению. Почему люди у нас в основном мучаются, ходят от врача к врачу, не знают, что к врачу-то говорить. Там насыщенные какие-то таблетки, но непонятно от чего. И ты начинаешь этому пациенту объяснять, что это за болезнь, как она возникает, почему у тебя болит именно вот здесь, хотя у тебя проблемы, допустим, вот здесь, в шее. И пациент начинает уже немножко думать логически, почему нужны именно эти таблетки. И это очень хорошо. В Ядринской ЦРБ он принимает по 30 человек в день. 26-летний врач приехал сюда из Чебоксар год назад. Тогда же к нему попал Михаил Лаврентьевич. Сложнейший пациент с переломом позвоночника и ноги. Он совсем не ходил. Спустя год лечения от болезни остался лишь послеоперационный шрам. Все зажило. Рубец хороший. Мне сказали сначала здесь неоперабельный. Когда пришел Никита Алексеевич, вот он посоветовался с федеральным центром, звонил туда. Потом дали квоту на операцию, на бесплатную квоту на операцию. Сказали, надо делать операцию. Без операции тяжело. Но это все по совету и с помощью Никиты Алексеевича. На прием к Никите Алексеевичу приезжают со всего Ядринского района и даже соседних областей. И всех врач-травматолог принимает как добрых знакомых. Надо обязательно лечиться. Потому что скоро у тебя четвертая степень будет. Зона субхондрального остеосклероза здесь имеется. То есть ты, грубо говоря, вот этим вот участком натираешь себе косточку. До... Истачиваешь ее, понимаешь? Моя манера общения вот на ты, вот с бабушками, почему я разговариваю на ты? Это не потому, что я отношусь к ним очень плохо или возвышенно. Нет. Я наоборот. Вижу, что когда я с бабушкой начали на ты, они начинают молодеть на глазах и красиветь. И болезнь-то и уходит. В профессию Никита Вишневский попал благодаря своему деду. Кстати, уроженцу Ядринского района. Вениамин Вишневский полвека посвятил медицине и в свое время был главным педиатром Чувашии. Когда в 9 лет я получил тяжелую травму, он профессионально меня вылечил. Да. И в тот момент я решил, что тоже стану врачом. Выбрал я вот эту больницу именно потому, что знаю, что в районах очень не хватает врачей-специалистов. В планах молодого травматолога освоить доп. специальность хирурга, совмещать практику с наукой и продолжать помогать пациентам. Ирина Волкова, Игорь Зверев. Республика. Спасибо.